Весной даже самые возрастные граждане хотят похудеть к лету. Что уж там говорить обо мне. Помогают стать стройнее только люди компетентные в этом вопросе. Фитнес-тренеры Галина Пучкина и Наталья Голик. Они у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Здравствуйте. Нам сегодня девочки покажут, а возможно... Нет, не покажут. Расскажут, а возможно и покажут. Пару простых упражнений, а мы за вами их повторим. Ну давайте. Вообще на самом деле, я знаю, что все хотят похудеть к лету, даже если девчонки стройные. А мы сегодня поговорим о возрастных людях. Категории, да. Это какой возраст примерно? Какие-то есть ограничения возрастные? Ну ограничения есть в спорте всегда, если отталкиваясь от здоровья. Но знаете, к нам и 50, и 55 ходят, занимаются и очень довольны. Мне кажется, в спорте нет границ. Понятное дело, что в 55 лет можно еще заниматься. А это самый возрастной ваш? А сколько самому старшему? Сейчас ты позабидуешь. Около 60. Ничего себе. Да. И проблемы ушли со спиной, с остеохондрозом и так далее. Отлично. Все какие. Хорошо. Тогда вопрос вполне логичный. А что вы там делаете? Мы занимаемся спортом и занимаемся зожем, грубо говоря. Да. Если есть какие-то ограничения, мы подходим с индивидуальным планом к тренировкам. Где-то что-то... Да, у нас групповые занятия. Но перед занятием мы говорим, сегодня ты вот это не берешь, вот этот инвентарь ты откладываешь, работаешь вот так. Все, она поняла и она занимается только... Делает только то, что она может. Заметила? А как? А как? А как вы знаете, что можно, что нельзя? То есть приходит к вам человек с определенным какой-то... Да, говорит определенный своим... Это мне нужно, это мне нельзя выполнять. Да, противопоказания. Мы, естественно, где-то вычитываем, подбираем правильную нагрузку, распределяем, говорим, давай пробовать. Если вот сейчас у нас будет хуже, мы прекращаем. Если мы... У нас все хорошо, мы продолжаем. Ну, как правило, никто не уходит. Самое главное, о чем мы не сказали, мы разговариваем сразу, вы начали про спортивный образ жизни, но нужно рассказать, чем занимаются девчонки. Они делают бесплатные тренировки с пожилыми людьми, и вы занимаетесь на улице. Смотрите, я вам расскажу. Вот, немножко предысторию, да, нашу? Нас три человека, вообще. Да, наша команда из трех человек. Галюнечка. Я и Анна, которая сейчас, к сожалению, пишет диплом, не пришла к нам. Хорошо, понятно. Ну, немножко некогда. Ага. Вот. Мы, грубо сказать, спорт для всех. Вот нас можно так сказать, прям спорт для всех. Классный слоган. Да, слоган, потому что мы все трое педагоги. Галя у нас педагог. 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 Педагог-историк. Я имею в виду, что у всех педагогическое образование, мы умеем подходить к людям. Я педагог физической культуры. Днем я занимаюсь со студентами, вечером мы занимаемся с гражданами плюс 20 до 60. Еще мы такие подумали и думаем, что-то нам слишком скучно, что нужно придумать. У нас есть инстаграм, где утром мы проводим утренние зарядки. С пол седьмого утра к нам могут все присоединяться и заниматься спортом утром. И опять же, нам стало это мало. Мы говорим, пойдемте на улицу. Из февраля мы вторник-четверг, внимание, пол седьмого на горпарке собираются те люди, которые хотят заниматься спортом и делаем как раз пешие прогулки. Плюс 50 вполне подходит туда. Плюс 50, это вы про возраст. А февраль, это же минус. Февраль это не минус, это нормально. Я вам расскажу про ноябрь. Когда у нас был дистант во всем, все было закрыто, мы тоже это придерживались, но мы не остановились. В ноябре мы целый месяц занимались на улице в семь вечера. Представляете? Пристоит, что наблюдать. Да, постоянно. Учитывая, что нужно было уходить в ситуации, все сидели дома. И мы решили, что нужно спорт давать в массы. И устроили вечерние пешие прогулки, то есть различные упражнения. Мы ходили много. Где-то может быть ускорения какие-то, имея в виду пешие ускорения. То есть где-то наклоны какие-то, чтобы девочки не останавливались на достигнутом. И кто желает. А мужчины есть у вас? Вот это вопрос. Галя, расскажи. Да, у нас есть мужчина. Один он ходит на джампинг. Мужчина на джампинг? Да. А сколько ему лет? Около 30. Около 30. Нормально. А я вам скажу, знаете почему? Он легкий атлет. И он говорит, на улице холодно бегать. Можно я приду попробую? Я говорю, приходи. После того он не ушел. Он говорит, это лучше, чем я. Как можно уйти из коллектива, где такое количество женщин? Как вы зазываете к себе в спортивной тренировке? Как о вас узнают? У нас в основном это инстаграм. А возрастные? Они в основном радио. У всех есть инстаграм, да? Да, у всех есть инстаграм. Класс. Смотрите, пожилые люди. У меня язык не поворачивается назвать их пожилыми. У тебя гелия? Ну, у всех принято так понимать, знаете. Лучше бы сидела с внуками. Приходят с подрастающим поколением. Да, с детьми у нас приходят обязательно. Класс. Это очень здорово. Показывают хороший пример, да? Им интересно. Бабушка занимается. Им интересно они делают. То есть они делают по-своему, это по-детски, так интересно. Но тем не менее они делают, да. Это очень круто. Сколько человек уже занимается вместе с вами? И растет ли это количество день ото дня? Вы нам такой вопрос задаете. Что, много? То есть, если вы не считали, то... Сколько? Сколько век? 80? Да. Все, я тоже иду к вам. Горпарк, вторник, четверг. Пол седьмого утра. Мне кажется, только мучить в теме. Я шучу, нет. Ты сразу все мои начинания зарубила на кормлю. С пол седьмого утра. У нас есть еще будут утренние группы с мая. Это во сколько? Ну, уже не на мой. С девяти утра и десяти утра. Вот это наше время. Это наше время. Хорошо, девочки, какие планы у вас на будущее? Потому что впереди долгое лето, а летом заниматься вообще сплошной кайф. Где вы будете? Там же? Ой, знаете, у нас всегда есть какие-то идеи, перспективы на будущее. Мы всегда думаем, как развиваться. Как говорится, если у тебя все хорошо, значит, скоро ты пойдешь к одной. Это я четко помню. И мы всегда что-то придумаем новое. У нас есть какие-то бонусы, какие-то задания девчатам для того, чтобы скидку получить. Летом мы вообще каждый день выходим на улицу утром. Иногда летние тренировки у нас проходят на набережной. Мы выходим, потому что это воздух. В зале немножко по-другому чувствуешь себя в конце тренировки. Когда выходишь на улицу, свежий воздух, ты чувствуешь совершенно другой прилив сил. Ну, вот, например, прошлое лето мы все прозанимались на улице, и никто от нас не ушел. То есть все были, все приходили, вот на улице прям переодевались, грубо говоря, и мы занимались. Если погодные условия не позволяют. Да, к сожалению, онлайн мы утром. Было такое, да? Вот прям практика. Ну, это же классно. Ну, действительно продвинутые возрастные. Онлайн. Мы везде, да, мы везде. И, честно, очень охота говорить об этом, что спорт, он важен. Самая главная составляющая сейчас, когда мы взрослеем и понимаем, что мы едим, и насколько хорошо мы двигаемся. Да, насколько мы активны. К сожалению, девочки, об этом можно разговаривать часами, но, к сожалению, наш хронометраж не позволяет этого сделать. Я еще раз призываю всех возрастных и не только людей приходить заниматься спортом. Вторник четверг? Вторник четверг. Пол седьмого утра. Спасибо огромное, что вы посетили в нашу студию. Пока и удачи. До свидания. До свидания.